Так, сейчас подождём, когда все соберутся. Ждём, да, ждём Алию, потому что Юли сегодня явно нет. Так, пока ждём Алию, насчёт приветствия, да, мы можем сказать по-французски, ну, мы всегда говорим bonjour, да, а потом говорим, как правило, если это дружеская обстановка, мы говорим «сова». Мы говорим «сова» и как ответ то же самое, мы говорим «сова». Мы говорим «сова», «сова». Да, примерно так. Что это за «сова»? «Сова» это изначально будет приводиться как «how is it going», да, то есть оно идёт, да, и ответ как бы «ну да, идёт». Вот, но это скорее для такой очень дружеской обстановки, если мы обращаемся к человеку пожилому, да, или уважаемому, мы говорим «comment allez-vous». «Bonjour, Алия, ça va?» «Bonjour». Да, то есть, либо друзьям мы говорим «сова», либо взрослым мы говорим «comment allez-vous». «comment allez-vous» дословно, ну, как вы идёте, ну, имеется в виду, как вы поживаете. Ну, в общем-то, как в русском, да, мы тоже говорим друзьям, как дела, а людям более пожилым мы говорим, как вы поживаете. Окей, поэтому запоминаем и отвечаем на это, соответственно, просто либо «сова», либо отвечаем, например, «je vais bien», там «et toi», либо «et vous». дословно, ну, у меня всё хорошо, да, а у тебя или у вас. И вот как раз нам встретился глагол «Ali», который уже вам попался в домашней, а я домашнюю не получила, кстати, где домашняя? От меня? Да. А, я этот, я сюда только вернулась, и книгу ещё не скачала, только с отпуска вернулась. Ну, скачивай, да, потому что иначе, если сразу за, как-то... Я сейчас пыталась скачать книгу, у меня не получается почему-то. Ну, ты написала, мы тебе фотографию скинули. Фотографию книги имеется в виду? Ну, у меня бывает, что у меня ученики куда-нибудь уезжают, и говорят, ой, блин, мы забыли книжку, я просто присылаю фотографию этих упражнений, конечно. А, ну всё тогда, хорошо. Просто я её нашла на сайтах, но она почему-то не скачет, ну, не покупается даже. Да, она. Я её скачивала ВКонтакте. Сейчас я попробую её сюда отправить. Сейчас я её найду, она у меня была где-то в файла. У меня самая бумажная версия, но я на всякий случай держу тоже такую. Ну, я в Париже вряд ли бумажную. Нет, в Париже, да, в Париже не найти бумажную абсолютно. Хотя, хотя, кстати говоря, найти можно, потому что её периодически отдают. Я постоянно смотрю во всяких группах русских в Париже, и периодически кто-нибудь её отдаёт. Если, ну, задать вопрос, то, как правило, меня ученики так находят. А, ну, я его пробую тогда в Фейсбуке напишу. Да, 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 потому что от них избавляются, их обычно эти книжки, с ними такая, у них у всех одинаковая история. Их все покупают, потому что все идут в книжный магазин, это первое, что они видят. А потому что здесь же ещё написано, что это самоучитель французского, он, конечно, нифига не самоучитель. Вот, но он себя так позиционирует, это первое, что все покупают. Потом все, естественно, не могут с ним разобраться, потому что без учителя с ним не разберёшься. И он, как правило, выбрасывается, ну, или там пылится на полках. Вот, как раз в этот момент его можно поймать. Сейчас я пришлю этот. Окей, глагол «але» нам здесь встретился прямо сейчас. Глагол «идти», да, в домашний он тоже встречался. Оль, ты, наверное, его видел, он тебе тоже попадался. Итак, глагол «але» переводим как «идти». Причём, в чём его отличие от «махши»? У вас там ещё «махши» был в домашней работе. «Махши» — это идти без направления. Маршировать. Ну, не сколько маршировать, сколько именно идти без направления. То есть он, как английский «walk». «Walk». Да. А этот вот он, как английский «але» — это как английский «go». Соответственно, после «але» всегда будет направление. Итак, спрягается он у нас следующим образом. «Je vais, tu vas, il va», «nous allons, vous allez, il va». «Нous allons, vous allez, il va». Так, а почему мне не приходят вам сообщения? А, потому что у меня отправляются учебники. Ага. Но у вас есть спряжение в файле. У вас открыт файл второго урока? Так, сейчас смотрю. Открывается. Я его не получала. Я вам разве не... Я прислала вам только один урок, что ли? Угу. Ух ты, это плохо. Сейчас я вам пришлю другой. Я вам сейчас пришлю и все. Пардон, слушайте, если я вдруг забываю их прислать, напоминайте мне, потому что я, наверное, даже лучше сейчас сразу вам пришлю весь месяц, потому что иначе... Иначе я его просто забуду. Так, где-то мы недавно... Сейчас я найду вашу переписку. Здесь второй урок, это... Ну, здесь третий, четвертый, это просто, видимо, темы, да, получается? Сейчас я вас найду. Да, это просто темы. Да, там просто типа план, занятия. Да, 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 я поняла. А, все, нашла вас, да, я не могла найти вашу переписку. Да, это моя вина, я прошу прощения, я действительно была уверена, что я вам все отправила. Так, я вам тогда сразу сейчас вышлю. Первый месяц. Держите все уроки, чтобы они у вас уже были распечатаны. Быть быстрее. Куда, в WhatsApp? Да, 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 сейчас я в WhatsApp пришлю. У меня страшно, почему-то все затупило, все зависло. Вы меня видите хорошо, да? Да. У меня почему-то есть компьютер. Так, замечательно. Ну ладно, сейчас оно постепенно развеснет. Потому что я отправляю этот учебник, а он очень тяжелый, да, и, наверное, из-за этого он... Так, ничего не хочется. А, вы прям учебник, в смысле, на скачку, который скачать можно, да, отправляете? Ну, да, 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 я специально отправляю, чтобы вам было попроще. Так, ладно, сейчас мы сделаем вот так, с 1 минуты, что происходит, я не представляю. Видимо, у моего компьютера с сегодня уста. Так, вот, все, второй урок я вам скинула. Скину еще остальное. Закрышли? Там очки есть. Получили? Да. Вот, отлично. Все, да. Окей. Вот у вас там в конце этого второго урока, если... А, ну и в скайпе сразу все пришло, отлично, все пришло вместе. Окей. Итак, глагол Али, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il vont. Али, я прочитаю, пожалуйста, этот глагол. Я просто прочитаю. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il vont. Окей. Оль, глагол иметь. Подождите, пожалуйста. Куда это все пришло? Я смотрю просто WhatsApp в телефоне, Сейчас уже и в скайп пришло. В WhatsApp пришел урок номер два. А все, что я пишу, начало приходить в скайп. А в ваш, да? Ой, нет. Да, 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 глагол иметь, который дома учили. Оль, иметь, который из домашней работы. Я, ты, 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 ты. Вы, ты, ты, ты. Они, хорошо. Али, глагол, будь. Ну, видимо, буду спрашивать Олю, да? как мы скажем мне жарко это я хочу есть мне жарко же шоу хорошо мне нам холодно хорошо ему страшно вы хотите есть подвис звук еще раз вы хотите есть вы нет они хотят пить и за отлично замечательно итак мы с вами в прошлый раз много говорили про фонетику и говорили про алфавит алия скажи мне пожалуйста как у нас читается вот такое сочетание хорошо оль как считается вот эта буква либо ж либо ги когда как и что-то еще и грейк и грейк читается как же хорошо алия скажи пожалуйста как читается как часть туда букву с как она может читаться как к и как еще и как с я перед гласной перед какой перед и и еще какое и перед а не перед она как раз как те же самые гласные что вот что только что сказала да значит а и это у нас как у нас читается буква вот это вот вопрос ко всем да а это только а никаких никаких и никаких и это только а а это а читается ли на конце у нас вот такое сочетание но она как-то читается нет и они-то не да не читается не то ни слова мечтать а ольда у нас меня тоже ты подвисаешь чуть-чуть алия я у тебя нормально я хорошо слышу да но я с телефона сижу на смысле снизу не с вай-фая может поэтому он может быть попробуй отключить камеру в таких случаях иногда помогает отключить камеру все хорошо сейчас все стало хорошо 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 но на будущее у меня бы я знаю что у меня учеников если недостаточно нехороший интернет то бывает они отключают камеру становится лучше окей значит а скажите мне пожалуйста вот эти две буквы читаются на конца слов нет ни x ни s не читается замечательно а мне буквы не приходят теперь что это значит не знаю что-то с интернетом видимо у тебя ладно s и x буквы s а буква r читается на конце слов если гласные есть а вообще на конце вообще читается читается хорошо и когда но не читается она только в окончании это окей ладно я вас немножко погоняла мы идем сегодня дальше мы сегодня говорим о важнейшей букве французского языка букве помните я просто раз вам сказала что именно от нее идет в общем то все на ней строится вся фонетика да я уже сказала что она как-то очень интересно читается на конце слов как читается ли она не читается нет не читается говорят не очень талантливые учителя средней школы а если все таки она у нас более правильное объяснение она читается но не до конца как будет проглатывается но на нее идет речевой аппарат да то есть твой рот на нее идет ты как будто хочешь ее сказать но не говоришь примерно то есть мы когда с вами читали всякие у вас там были слова в домашней работе например бель саль да вот она не бель а бель саль да там даже самое у вас было слово куртка вест вот оно должно произноситься чуть-чуть как будто вы хотели сказать и вас прервать буква действительно на конце слова дополнительного слога не дает то есть мы не читаем весты или бель но мы ее просто обозначаем буква иногда может и вообще проглатывается проглатывается она в середине слова у вас есть в вашем втором уроке если вы его откроете находится такая интереснейшая гусеница на первой же страничке такая там маленькая табличка и значное класс нет гласны согласновая согласна согласный глаз что это все значит когда somos но там маленькой нам табличка такая написано согласно согласной согласная согласна я назову Когда ваша буква стоит в середине слова, когда она окружена двумя согласными, и те окружены двумя гласными, она вылетает. Вам это кажется сейчас, наверное, как что-то очень такое сложное и громоздкое, но вы увидите, что вам ее будет просто неудобно читать. Ну вот, например, глагол, какой бы вам дать, ну, банальное слово, например, «комнаде», которое наверняка вы знаете. Прогулка, да? Говорить «промнаде»? А, да. У меня не приходят сообщения в текстовый, в чат. Можно я отключусь и подключусь заново? Как это сделать? Прямо отключаешься, и ты увидишь, у тебя звонок будет идти все равно, ты сможешь снова подключиться. Ага, спасибо. А тебе все приходит, да, Алия? Мне, да, все отлично. Отлично, хорошо. Так, Оля, что-нибудь получилось? Я по-прежнему не вижу последних сообщений. Давайте я буду писать их в WhatsApp. В WhatsApp всем видно будет? Удобно вам будет, если я вам буду писать, дублировать в WhatsApp? Знаешь, я думаю, в чем дело. Мне кажется, что сейчас у всех пошли разные версии Скайпа. У меня такое сейчас начинается с учениками, что я вам советую, пообновляйте свои версии. Я сама, у меня стоит какая-то, у меня предпоследие. У меня тоже сейчас он выше выставил, типа нужно обновить. Обновите себе Скайпы, мне кажется, из-за этого идет какой-то глюк, на самом деле, если через компьютер, по крайней мере. Давайте я буду в WhatsApp это писать, если так будет удобно. Я в предыдущей группе тоже писала в WhatsApp. Итак, слово «промнаде». Смотрите, как пишется, да? Значит, «промнаде». Мы, конечно, можем сказать «промнаде», но это слишком... Но на юге так и многие говорят, ну, в смысле, на стране. Не, «промнаде» не говорят на юге, говорят «промнаде». Не-не-не. Но какие-то, не знаю, я просто жила сама какое-то время на юге, никогда не слышала. Смотря где, наверное. А ты где на юге? Ну, а я вот в Ницце вчера, буквально там улица, потому что есть такая... Ну, они говорят «промнаде» из Англии. Не, «промнаде» из Англии они говорят. Не. Вот не очень правильно в француз попался. Так себе. У меня был ученик, однажды мне позвонил, оценить мое произношение. Муж одной из моих учениц. Девочка-ученица замечательная, но ее муж говорил, ну, ее муж откровенно говорил, был с Ближнего Востока. И французский был не его родной язык. Когда меня человек с таким акцентом пытался оценить мой акцент, мне, честно, было неприятно. Вот это, может быть, случай был «промнаде» из Англии. Тем более, Ницца не самый, скажем так, франкоговорящий город. Окей. Ну, нет, «промнаде» везде по всей Франции. У Ниццы прикольный акцент, но он другой. У них носовые звуки неправильные. Носовые звуки у них очень смешные. Но они говорят все-таки четко. Итак, значит, мы его можем выкинуть, и это будет намного красивее. Мы скажем «промнаде». У вас есть глагол, например, «аштей» – покупать. И вот «аштей» мы не скажем «ашуете», мы просто скажем «аштей». Обратите внимание, что «с» и «аш» мы воспринимаем как одну букву. Как один звук, да? Но это действительно один звук. Поэтому у нас и получается согласный звук «аштей». В общем, обращайте внимание, что оно исчезает, если стоит в серединке слова. Окей? Идем дальше. Самое… Дальше начинается самое неприятное. Буква «э», которая начинает читаться как «э». Прямо я вам советую поначалу, тренируйтесь, открывайте рот и сидите перед зеркалом. Буква «э» читается как «э», если над ней стоит крышка. Ну, по правилам крышка называется аксон-граб. О, господи, это я сказала вам только что глупость. Аксон-сиркомфлекс. Я могу вам ее написать, если хотите название. Аксон-сиркомфлекс. Хочу писаться. Что-то мне не отправляется. Но на самом деле вам оно абсолютно и не нужно, это французское название, потому что мы его будем называть крышкой. Я за хорошие термины. Нужно использовать термины, но там, где это нужно. А там, где это крышка, это не важно. Поэтому крышка, домик, как хотите, сиркомфлекс, как вам больше нравится. Откуда пришла крышка? Здесь нужно немножко понять, чтобы просто не пугаться. В французском есть всякие крышки-палки, но это не страшно. Они на самом деле очень логичны. Вот, например, вот эта крышка. Глагол «être», который вы знаете, раньше писался вот так. Слово «голова», которое вам уже встретилось, которое выглядит вот так вот в современном французском, раньше она писалась вот так. То есть что такое крышка? Это просто надгромный памятник букве «с». Языково, язык эволюционирует со временем, причем это все было не так давно, это еще 18, начало 18 века. Я пишу свою, типа, как диссертацию по письмам Людовика XIV, вот как раз у него еще этих крышек нет. Они начинают уже, постепенно что-то появляется, но еще нет. Поэтому не пугаемся крышки. Крышки вам будут попадаться не очень часто, но на самом деле, когда они вам попадаются, вы должны радоваться. И это потому, что это отличный признак, это очень легко запомнить. Видите крышку, читайте «э». Следующий момент – это вот такая палка. Называется она как раз аксон «граво», либо я ее буду называть «обратное ударение». Так будет проще, начинаешь путаться с аксенами, с этим. Поэтому называем мы ее аксон «граво» или «обратное ударение». В этом как раз и есть, наверное, сложность, то, что звук-то один и тот же «э». А можем записать его через крышку, а можем записать через палку. И нужно визуально просто запомнить, где у вас стоят палки, а где у вас стоят крышки. На самом деле, чаще-чаще намного будут стоять палки, крышек будет меньше. И как ни странно, вот я человек с ужасной визуальной памятью, просто с ужасной, я вас речь на улице никогда не узнаю, просто потому что я вообще не воспринимаю лица, но я прекрасно воспринимаю вот эти вот… я запоминаю почему-то эти палки и значки. У меня ни один ученик еще не путал там, где крышка, он пишет «крышка». Почему-то на подсознательном уровне все это запоминают, хотя кажется очень сложно. Значит, вы начнете палки путать, это другой момент. Но крышки с палками вы не перепутали. За этот же звук, за звук «э» отвечает просто буква «э» без всего, но стоять она должна при этом в закрытом слоге. Знает ли кто-нибудь из вас, что такое закрытый слог? Какое-нибудь такое примерное представление. Закрытый слог? Да. Который на согласный заканчивается? Заканчивается на согласный звук. Правильно. Ну, например, я приведу к примеру, например, «француз». «Француз» – оба слога заканчиваются на согласный, значит, они закрыты. А открытый слог, соответственно, когда слог заканчивается на гласный. Там «корова», «америка» – вот они, все слоги открытые, заканчиваются на гласный звук. В французском та же самая система. Ну, вот, например, если мы возьмем слово «белла», вам сегодня оно уже в домашнем встретилось. Ну, и, в принципе, слово «белль» все знают. Давайте на него посмотрим. Но посмотрим на него, так, по-умному. У него-то, конечно, вы сейчас скажете, у него два слога. Да нифига у него не два слога, он у него один. Это на конце не читается, правильно? Оно как бы намечается. Но мы же не говорим «беллю». Мы говорим «беллю». Поэтому, по сути, ваше слово «белль» – это односложное слово, заканчивающееся на звук «лю». Соответственно, ваша буковка «э» на дне не стоит никаких ни крышек, ни палок. Она будет просто читаться по правилу как «э». У вас встретилось в домашней работе слово «вест». То же самое, то же слово, заканчивающееся на «т». «Вест», на согласный звук. Значит, «э» читаем как «э». Понятен этот момент? Сейчас мы это все с вами отработаем. И еще одна штука. Опять-таки, тот же самый звук «э» даст нам сочетание «э» и «аи». Ну вот, например, у вас уже опять-таки встретилось слово «светлый», «клэр». Встретилось слово «бэжжа». Вот это все «э». Итого. Получается, что звук один и тот же. Звук «э». А у нас есть пять способов его записать. «Э» с крышкой, «Э» с палкой, «Э» вообще без всего в закрытом слоге. «Аи», «Эй». Эти пять способов вы должны знать. Логично предположить, что на самом деле французы, конечно, на слух вот этот звук вряд ли запишут. То есть, если вам диктуют какую-то фамилию, вам человек уточнит, потому что он знает, что этот звук может записать многими способами. Но зачем я вас этим гружу прежде всего, чтобы вы могли прочитать любое слово. В французском, как я вам еще раз повторю, мы можем, не зная слово, прочитать его, если мы знаем правило. В отличие от английского языка. Поэтому в французском нет транскрипции. И давайте сразу вы откроете вот этот ваш «лесон 2», второй урок. Уврайте, s'il vous plaît, votre «лесон 2» и nous allons lire les exemples. Мы с вами потренируемся в примерах. Это конец второй страницы, где написано «comette». Видите? Давайте прочтем каждое по столбику. Алия, начни, пожалуйста. Ну, смотри. Читаем следующим образом. Мы говорим «comette». Я читаю «э», потому что «э» с обратным ударением. То есть я хочу, чтобы вы мне сейчас объясняли, почему вы так прошли. Окей? Что-то я не могу найти. Написано «потренируемся» и написано «comette». Конец второй страницы. А, вот, нашла. Ну, «comette» получается. Ну, «comette», рот открывай. Прямо «comette». 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 Ага. Да? Да. А то, что закрытый слог? Не-не-не, палка. Как обратное дарение. Палка. А, из-за этого, да, читается? Да, да, палка. Дальше, дальше. Читай прям весь столбик. «Перле». Только «э» на конце не читается. И получаем «перль». «Перль». Да, здесь почему «перль», почему «э»? Ну, потому что закрытый слог, да? Да, здесь закрытый слог, отлично. «Нев». Только «неф». А, «неф». Тоже закрытый, получается. Это «мен». А здесь крышка «с» нет, да? Потому что из-за этого... Здесь крышка, да. «Тет». Тоже с крышкой. «Портрет». 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 Здесь потому что «аи», да? Да. «С». «Шез». Не оглушая «с». «С» у тебя получилось между двух гласных, да? Я напоминаю, что между двух гласных она считается как «з». «Шез». «Портрет». «Портре», да. Здесь почему? «Крышка». Здесь «аи». Смотрите, над «и» может стоять эта крышка, она вообще никак не оказывает влияния ни на какое звучание. Это опять-таки раньше писался «парэстр». Но вот если есть крышка, вообще на нее не обращается внимания, она очень редко появляется. «Портре», а «и» сочетание дает нам «э». «Кель». Только «сэль». «Ой, сэль». «Ага». А, потому что «закрыто» тоже. «Закрыто» слог, да? «Да». «Сэль». «Сэль». «А здесь почему?» «А, «и» то что, да?» «Да нет, тоже закрыто слог». «А, тоже закрыто». «Сэсль». «Съекля». 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 «Обратное ударение». «Да». « we Generation». «Здесь она как «к» читается?» «Нет». «Сэ перед «э» читается как «сэ», «учи, прошли урок». «С», «сэ». «Съртэн». «Сърахтэн». «Аи», «потом что?» «Да». «Поэм». «Обратное ударение». «Лэх». АИ. Хорошо, стоп. Оль, дальше. ВЕР. Закрытый слог. ЭТР. Крышка. ЭТР. Крышка. КРЕМ. Открывай больше рот, чтобы он был все-таки КРЕМ. Потом рот не понадобится открывать, но звук останется. КРЕМ. КРЕМ. Обратное дарение. КРЕМ. АИ. ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ. КЕТ. РЫШКА. ПЛЕЗИР. АИ. ВЕРТ. 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 ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ. ЭСТИМ. ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ. ДОМЕНЬ. АИ. МЕМ. КРЫШКА. ДОМЕНЬ. ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ЭДОМЕНЬ. ДОМЕНЬ. МЕМ. Крышка. ПЕЛИКЮЛЬ. 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 ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ. ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ. ТЕКС. ЭТО ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ. ТОЖЕ ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ. ОКЕЙ. ХРОШО. ЕЁ ТРЕТЬЕЙ ПОКАСТРА. ВОТ, ВОБЩЕМ-ТО, И ВСЁ ЖЕ СОЗВУКОМ Э. ИДЁМ ДАЛЬШЕ. СЛЕДУЩИЕ. ИПОСТАСЬ БУКВЫ Э. ЭТО ЗВУК И. ДЕСЬ, Я НАДЕЕЮ, ЧТО ВЫ ХРОШО ВИДИТЕ МОЯ ГУБА, ЭТО И. ВЫ ВЫТЯГИВАЕТЕ СВОЙ РОД В УЛЫБКЕ И УЛЫБАЕТЕСЬ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ. ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗЫ СОВЕМ КАЖТО, ЧТО ОНИ УЛЫБАЮТСЯ? ЧЕЙ ПОТОМУ, ЧТО, НО, ВО-ПЕРОХ, ЭТОНИ ПРОСТО МИЛЫ И ВЕЖЛИВЫ И ЛЮДИ, ЕГО ПОЙМАТЬ. ПОПРОБУЙТЕ ЕГО ПРОСТО СЕС ПОПРОГОВОРИТЬ ВЫДАТЬ И. И. ОЧЕХ ХРОШО, ЗВУЧИТ ЧЕРОННО. ДА. ОН, В ПРИНЦИИ, ОЧЕЙ НАПРЯЖЕННЫЙ, ТО ЕСТЬ, ОН ДЕСТВИТЕЛЬНО ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ГУБЫ. ОН НЕ ДОЛЖНО ВСТАТЬ И, ЭТО УЖЕ БУДДРУГОЙ, ДА, ОН ИМЕННО И. ОК, НО ВОТ У ВАЗ ЧАС ХРОШО ЗВУЧАЛ. ПРИЧЕМ Я ДАЖЕ НЕ ВИЖУ ОЛЮ, НО Я СЛЫШУ ЗВУК ХОРОШИЙ. ЗНАЧИТ, ЭТОТ ЗВУК, КОГДА ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ? ПОЯВЛЯЕТСЯ ОН ТОДА, КОГДА У ВАС ПАЛКА КАК УДАРИНИЕ. ТЕПЕРЬ ТАКОЙ НЕ БОЛЬШОЙ ЛАЙФХАК, КАК НЕ ПУТАТЬ ПАЛКИ. СМОТРИТЕ, ВЫ ПРАВШИ? ДА. Слава Богу, отлично. Я очень боюсь, что когда-нибудь мне попадётся левша, по-моему, попался один раз, но сделала вид, что меня поняла, потому что эта фишка чисто для тех, кто правша. Смотрите, когда вы пишете палку как ударение, вам её писать удобно. Вам её писать, скажем так, по направлению движения. И поэтому вы улыбаетесь, вы буквку накрыли как одеялком, буковка счастлива, вы улыбаетесь. Вот ту палку другую вам вообще неудобно писать, но мне, по крайней мере, она реально против направления движения, она как-то не пришейка, а были фос. И у вас звук такой резкий, такой эээ. Я запоминала только так. У меня ученики как-то пытаются запоминать, как убывающие функции, возрастающие функции, что-то ещё какую-то ерунду придумали. Каждому своё, придумайте свой вариант. Вот у меня вариант улыбающаяся буковка под одеялком. Как хотите, да, но главное, чтобы вы их не путали. Путать их нельзя ни в коем случае, потому что это разные звуки. А иногда бывают разные слова. Значит, «Э» аксон тыгу, это называется этот аксон, или как ударение, даёт нам звук «Э». Этот же звук даёт мне окончание «эр» и «эзэ». Это окончание большого количества глаголов. и, как правило, всех почти глаголов в форме «вы». Вы уже, наверное, обратили внимание, что глаголы в форме «вы» заканчиваются на «э». Например, «вы говорите», «вы парли», вот оно «эзэр» на конце. Вот это окончание «эр», «эзэр». И еще раз мы сегодня с вами упоминали букву «р», которая у нас типа не читается. Нет, наоборот, она читается на конце слова, но не читается в сочетании «эр» в конце. И этот же звук дает нам сочетание всяких маленьких слов по типу «мои», «твои», «его», «её», определенный артикль, вот он «ли». А также «союз и». «Союз и», «союз эйт», «этэ» пишется. Это наш «союз и». И читается он у нас как «и». Никаких «э», никаких «эт». Именно «и», только «и». У меня сбор винограда идет в регионе. В моем новом участке, где ни души, вообще, ни звука нету, у меня прям за оградой куча людей собирает виноград. Они меня очень напрягают с утра. Регион абсолютно оживает. Но на самом деле, такие небезопасные периоды. Потому что Шампань, в принципе, очень безопасный регион. У нас вообще, ну, настолько, да, одни такие прям типичные французы. Но во время сбора урожая к нам приезжает очень много цыган, очень много приезжает, ну, таких, как их называют, люди-дороги. И поэтому мы очень радуемся, что у нас есть овчерка. Потому что действительно такое… Все очень меняется. Немножко средневековый уклад. Ну, итак, значит, еще раз. Звук «и» дает нам сочетание «р», «эз» на конце слов, «аксонт агю», а также маленькие вот эти слова. И сразу читаем. Видите, следующая страничка, также в конце странички. Там написано «потренируемся». И написано «эпок», «дэкор», видите? Так, поехали. Оль, начинай ты в этот раз первую колоночку. «Эпок», «дэкор», «дэкор», «эпик», «эпис», «матинэ», «эпэ», «эрор», «эээ», 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 «ээээ», «эээээ», «ээээээ», «эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А, да, пике. Пике, да, пике. Хорошо, Алия, вторая кола, абзац. Дебю. Только Д твёрдое, дебю. А, дебю. Эвитэр. Ещё больше улыбнись, эвитэй, прям вот это эй в конце, закрой его. Эвитэр. Ещё закрой, прям улыбайся, эвитэй. Эвитэр. Ага. Преалябль, нет? Преалябль, преалябль. Преалябль. Не читается, да, в конце она получается? В конце не читается, она обозначается, да, преалябль. Элаборэ, да? Только Э, элаборэ, да. Как ещё раз? Элаборэ. Элаборэ. Этудиер. 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 Этудиер, в конце не читается, да, этудиер. Элаборэ, это всегда у, никаких а нету, резюльтэ. Резюльтэ. Рекольтэ. Да. Да. Плеферэрэ. Плацэ, отлично. Да, хорошо. Ну и третье оставим для Юли. Окей. И последний момент с буквой Э. Значит, мы уже знаем, что Э. Я еще раз повторюсь, я понимаю, что это надоедает, когда я говорю одно и то же, но это очень важно. Значит, Э – это у нас крышка, обратное ударение, в закрытом слоге, АИ, ЭИ. И – это Э под ударением, окончание ЭР, ЭЗ и маленькие слова. И, наконец, нам осталось с вами Э. Вот он как раз, этот звук Э, как, в общем-то, буквой называется. Значит, этот Э – это Э в открытом слоге. Открытый слог, я напоминаю слог, который кончается на гласное. Ну, например, слово МЭ – НЮ. Если мы его поделим на слоги, у вас получится МЭ – НЮ. Да, соответственно, мы читаем его как Э. Ну, или, например, там, может быть, глагол у вас ЛЮ – ВЕ. Мы его делим на слоги, получаем ЛЮ – открытый слог. Палок никаких нет, будем читать как Э. Ну, или вот там, не знаю, простое слово – ДЕ ВИЗА. Вот это будет всё наше Э. За этот же звук будет отвечать буквосочетание ЭИ. Буквосочетание ЭИ у вас уже встретилось, когда мы с вами читали глагол АВОР, у вас там было выражение «Мне страшно». У вас было слово СТРАХ, ПЕР, вот он как раз. Вот он поэтому был ПЕР. Они ещё с утра до ночи все ездят и сигналят. Какая-то новая фишка у нас в таком времени. Итак, «ЖЕ ПЕР». И за этот же звук отвечает вот такое вот интересное сочетание, такая новая для вас буква. Букву называют О под ручку с Э. Французы называют её Э ДОН ЛО, Э В О дословно. И у неё нет названия, она даже никак не называется. Её нет в алфавите, она, ну, такого вот привета Средневековья осталась как могла, выживает как может, осталась буквально в нескольких словах. Ну, из самых распространённых вам понадобится слово СЕСТРА, СЕРДЦЕ и ГОВЯДИНА. Вот, например, ГОВЯДИНА, это у нас БЭФ. Вот он БЭФ, вот так вот она и будет писаться. Просто нужно обратить внимание, она всё время идёт в сочетании с буквой И, и вот так она и будет читаться. И сюда же будут относиться всякие маленькие слова, которые всего, ну, как правило, по две буковки. Н, Д, С, Л, Д, К. Вот оно, Ж, которое я вас поправляла в прошлый раз, да, когда мне говорите «Я есть», вы говорите «ЖЕ СУИ». Ни в коем случае не «ЖЕ СУИ», а «ЖЕ СУИ». «ЖЕ СУИ». Да, 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 вот именно «ЭФ». Вот это страшно важно. Вот эти маленькие слова, они вылетают у очень многих. Например, предлог «ДЮ». Особенно те, кто учил испанский, итальянский, это вообще неисправимо. И у вас тут есть замечательное слово «Потренируемся», и написано «ЭФ, ФЛЕР, ШВЕ», вот эти вещи. Нашли? Угу. Так, хорошо, Алия, начинай. Первый столбик. Сейчас, сейчас, да, у меня тоже шумно тут есть. То есть окно закрывай, жарфы открывать, шумно. Ну, у меня тоже самое, да, я сижу за открытым окном, какой-то кошмар просто. Дети непонятные пришли. «ЭФ», да, начинается? «ЭФ», «Лёх», «Тезо», «Эх». «Религию». Такое «Р», «Религию», вот открытое слог. «Религию», да? «Религию». Такое «ЖЁ», у нас «Ж» нету. «ЖЁ», «Религию». «Религию». А, ты перескочила в другой, ты перескочила в другой столбик. А, у меня просто они в один столбик все покажут. Ага, окей, да, да, не, после «Религию», «Де», и там после него последнее слово. «ЖЁ». Ну, понятно, да, если второй столбик, ну, не важно, там кто них. Но, это, видимо, да, у кого-то, если с компьютера открывать, то там есть столбики, а с телефона, действительно, они все идут как один. Окей, Оль, дальше, второй. «Менаж», «Флёр», «Левур», «Левур», «Мерчевю», «Левур». «Левур», «Релевур». Стоп, а в конце «Р» как читается? В конце «Р», в конце «Р», в сочетании «Р», только что говорили, читается как «Э». Как «Э», хорошо. Значит, а в серединке как она будет произноситься? Ну, это открытый слог. А, она убежит из серединки. О, это я уже забыла. «Ролеве», 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 «Ролеве». А, хорошо, да? Очень хорошее. Прямо мне нравится. «Продуктер», «Только ты обычный продуктер» и «Р» читаем, «продуктер». «Продуктер», «До», «Жен», «Жен», вот он как раз «Жен», да, который я перепутала, там, ты не у него был. Хорошо, окей. Значит, еще раз. «Э» — это у нас «Э» в открытом слоге. «Э-ю», «О-Э-ю», либо «Маленькие слова». Вот эти вещи я в следующий раз искренне советую зазубрить. Я вас прямо спрашиваю, что мне дает звук «Э». Если это не зазубрить, оно не выучится. Здесь нет какой-то логики, которую можно постичь. Это надо вот «вызубрить», как правило. Все. Это на самом деле самое сложное правило фонетики, потом уже будет проще. И, ну, aujourd'hui, nous allons commencer avec les verbes. Мы с вами сегодня поговорим немножко про глаголы. И поговорим мы про то, что у нас во французском языке есть три группы глаголов. Я знаю, что я у вас в первые уроки буду очень грузить грамматики, и еще пока мы ничего не говорим, но вы уже у меня в следующий раз будете пытаться что-то сказать про себя. Вот, поэтому не пугайтесь, что я действительно вас гружу информацией. Поначалу никак без этого. Итак, глаголы у нас во французском языке есть трех групп. Первая, вторая, третья. Первая – правильная, вторая – правильная, третья – вообще нет. Третья – это как раз неправильная группа глаголов. Но я сразу вас не буду расстраивать, потому что она простая очень. Даже надо из нее выучить буквально штук 20-25. А потом оно все, в общем-то, запоминается. Если вы уже выучили «avoir», «être», сейчас вы учите «а ле», там дома у вас еще два нового глагола, вы их постепенно и очень быстро запомните. Они очень ложатся в память. Мне, вот лично мне, проще «а ле» были, например, чем какие-то немецкие глаголы или английские. Они очень хорошо ложатся. И про третью группу сейчас не говорим, про вторую пока тоже не будем. Глаголы первой группы. Глаголы, которые кончаются на «эр». Вот сейчас, внимание, такая логическая задачка. У меня предыдущая группа дико смеялась. Смотрите, все глаголы первой группы заканчиваются на «эр». Но не все глаголы, которые заканчиваются на «эр», первой группы. Смотрите, глагол «али», третья группа глаголов, мы только что посмотрели, он абсолютно неправильный. Вот он у нас не первая группа, а третья. Я просто к тому, что если вы видите глагол, и он заканчивается на «эр», не спешите радоваться, не факт, что он первая группа. Скорее всего, процентов на 90, но можно не попасть. Поэтому запоминаем, что первая группа – это всегда на «эр», но не всегда то, что на «эр» из первой группы. Вот такая вот история. Значит, как мы ее спрягаем? Что значит правильный глагол? Это значит, что даже если вы первый раз в жизни видите глагол, вы его без проблем можете проспрягать. Ну, например, возьмем мы с вами глагол «рестэ». У вас глагол «рестэ» будет встречаться сейчас в домашней работе в следующей. Итак, глагол «рестэ» переводится как «оставаться». Первый слог закрыт, читаем как «э», окончание «эр» читаем как «э». Отлично, вертолеты. Итак, «рестэ» и начинаем спрягать. Как спрягаем? Выкидываем окончание «эр», получаем основу «рест». И начинаем спрягать. «Je reste», «tu reste», «il reste». Акнеш, ты контчень «э», 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 «э» Обратите внимание на форму ИЛЬ множественного числа. Вот это окончание ЭНТ никогда не произносится. Боже, вас упасти, прочитать его как РЕСТЕНТ. Нет, ИЛЬ РЕСТЕНТ. Воспримите его, как будто бы там была просто упаковка Э. Не читаем его никогда. Вот такое правило. Ну, давайте тренироваться. Оль, глагол... Настя, секунду, сразу тогда вопрос. Как на слух определить он остается и они остаются? Ты знаешь, никак, но по смыслу догадываешься. Звучит абсолютно одинаково. Звучит абсолютно одинаково. Знаете, я вам скажу такую вещь. Когда я учила французский в детстве, мне казалось, что, господи, я никогда в жизни не пойму этот язык на слух. Здесь все звучит одинаково. Все слова сливаются. Черт и что вообще. Но, может быть, дело в практике. Хотя я даже не знаю, в какой-то момент, когда ты набираешь нормальный словарный запас, начинаешь понимать все. И французский, на мой взгляд, понять намного проще, там, мне лично, чем английский. Хотя у меня английский был первым языком когда-то. Вот непонятно как. Вроде все звучит одинаково, а ты знаешь, о чем речь. Поэтому во французском надо расслабиться. Оно все придет, вы все поймете, вы никогда ничего не перепутаете. А если вы что-то перепутаете, то это значит и француз тоже это перепутает. Такое надо бывает. Вот. И отсюда складываются всякие смешные французские шутки. Ну и давайте тренироваться дальше. Алия, глагол тебе будет глагол... Давай будет тебе глагол говорить, глагол parler. Je parler. Je parler не пойдет, je parler это я говорить. А если я говорю, je parle. Я говорю. Я говорю. Ты parler... Парль тоже. У не читается, а с не читается. Парль, да? Или... Парль... Ничего-то не понимаю. Слушайте, а я вам начала снова в скайп писать, а вы видите про ресты и про parler. Я вижу, да, все хорошо, я вижу. Все, ладно. Окей. Смотри, если ты говоришь «je parle», то прибавляешь окончание «e», правильно? «e» у тебя не читается, получается «parle». «Tu parle» тоже читается одинаково. «S» не читается, «e» не читается, логично? Так и оставляем. «Он говорит» «il parle». Оно звучит одинаково. «Je parle», «tu parle», «il parle». Только там всю «s» появляется. Тогда «nous parlons» лучше. «Ну, parlons», да. «Vu parle», «il parle», «parle», да. Смотри, вот это окончание «e», «nt» никогда не читается, поэтому получается «il parle». «Il parle», «il parle», хорошо. Оль, тебе глагол... «Эмей» не хочу... Ну, ладно, пусть будет «эмей». Просто есть не в учебнике, а в моей встречатке, но неважно. «Эмей». «Любить». Мне «любить» досталось, да? Да. Прекрасно. Правильно, ты очень правильно слила. «Ж» — оно соединяется с глаголом, который у нас начинается с гласной. «Жем». «Тем». А, «тю» не сливается. «Тюэм». Сливается только буква «э». Только буква «э» может подвергаться, и то только в нескольких словах у Аня может подвергаться вот этому компованию, да. А в остальные нет. «Тюэм», да? «Илэм». «Нузэмон». Правильно, и ты очень правильно связываешь. «Нузэмон». Сейчас, секунду. «Вузэм». «Вузэмэ». «Эмэ». «Вузэмэ». «Илэм». А вот здесь как раз смотри, если ты свяжешь, то у тебя будет слышна разница. «Илзэм». 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 «Хорошо». Аня, тебе давай еще один глагол. Пусть будет глагол «шантэ». «Петь». «Шантэ петь». «Тогда туда получается «кшантэ», вот еще добавляется...» «Не-не-не, ты выкидываешь. «Эр». У тебя получается основа «шантэ». И к этой основе ты будешь прибавлять окончание. «Получается «шантэ». «Да». «Тушантэ». «Тушантэ» читается, да. У тебя там «э» прибавилось, будет «т» читаться, да. «Тушантэ». «Илзэм». «Эльшантэ». «Ушантэ». «Тушантэ». «А, ну шантон». «Но шантон», да. «Гушантэ». «Илшантэ». «Илшант». 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 «Спойте», скажем, «шантэ». «И давайте споем», то, что по-английски у вас будет «let's», «sing» и так далее. Вот этот «let's» никакой нам не нужен, просто тупо говорим «шантон». Видите, какой простой язык «шантон». «Людьми наклонения у нас элементарные». «Только «s» отвалилось «утю». «Шантэ», «шантэ», «шантон». «Оль, как ты мне скажешь «останься», «останемся», «давайте», «останьтесь». «Останься», «рэст», «дальше что?», «давайте», «останемся», «останемся», «давайте», «останемся», «рэстон», «и останьтесь», «рэстэ». «Рэстэ», замечательно, вот и, в общем-то, всё. «Велительное наклонение», оно безумно простое, вы его дома ещё оттренируете, оно абсолютно, как видите, невинное и доброе. И последний момент, который мы с вами ещё сегодня успеем посмотреть, остальное будете смотреть дома, это всякие ваши там будут фразы новые. Алия, я жду два домашних задания, когда у вас выходные. Да, это пункт 2.5. Видите табличку? Да. Мы сегодня поговорим ещё быстро про притяжательные места, прилагательные. Мы к ним притяжательные места имения, как хотите. Мы к ним ещё будем возвращаться более подробно, но просто дело в том, что в учебнике они у вас даются, но они не объясняются. А я за то, чтобы всё-таки дать вам их сразу полностью. Смотрите, в начале всё очень легко и хорошо. У вас есть слова «папа», «мама», «друзья», «пэр», «мэр», «ами». В начале всё здорово. «Мой папа», «моя мама», «мои друзья». Как по-русски. Твой папа, твоя мама, твои друзья. Тон пэр, та мэр, тез ами. Тоже всё замечательно. А дальше смотрите, какая фигня начинается. То, что нет в английском и то, чего нет в русском. По-русски мы говорим «его папа», «его мама», «его друзья». «Его не меняется». Но потом вы говорите «её папа», «её мама», «её друзья». А у французов, что для него, что для её, это одинаковая форма. И зависит от рода существительного. То есть, если это папа, папа мужского рода, у нас что его папа, что его мама одинаковы. А по-французски, раз папа мальчик, то это «сон пэр», а раз мама девочка, то это «са мэр», а там друзей много, то они «сэз ами». Дальше всё как в русском. Нотр, нотр, ну. Наш, наши, наша, наша, наши. Ваше, ваше, ваше. Тоже всё легко. И последний вариант тоже достаточно простой. Их, леур, леур, леур. Проблема у вас будет только с он, она. И проблема будет ещё в том, когда во фразе будет написано «Ой, я позвонил своей подружке». «Я пришёл со своей мамой». Вот во французском «своей нету». Вы заменяете всегда «своя» на «мой», «моя». Там, я пришёл не со своим, а с моей мамой. Понимаете эту разницу? Вот про свой забудьте. Ну, в принципе, если у вас есть первый язык английский, вы эту ошибку не делаете. У вас здесь есть небольшое задание. Видите, я живу со своей мамой. Глагол «жить», глагол «абиты». «А-би-ты». Алия, поехали, начинаем. Я живу со своей мамой. Глагол «абиты» — он первой группы, спрягаешь его, как «я живу» и со своей мамой. «Ж'абит», 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 «ма мэр». «Ж'абит», «авэк», да? Ну, а, ну, правильно, потому что домашний. Не было? Вот как раз домашний встретился предлог «авэк». «Ж'абит», «авэк», «ма мэр». Окей, «ж'абит», «авэк», «ма мэр». Оля, он идёт к своим друзьям. «К друзьям», «к людям» мы всегда используем предлог «же». «К одушевлённым людям». Даже если вы говорите «я иду к врачу», «жеве», «же», «ле», «мэдсан». «Жеве», например, «же», «ле», «профессор». «К людям» — это всегда предлог «же». Так, он идёт к своим друзьям. «Иль, ва, ше, сэзами». Да. Дальше, Алия, я говорю с его дочерьми. «Иль...» Что такое «парле» не пойдёт? «Же парле». Красиво говорим, да? «Же парле». А, дочка, да, вы не знаете еще слово дочка. Дочка это фия, во множественном числе у него есть с на конце, фия. А вексе и фии, их много, да? А вексе и фии. Так, городной город, это у нас Вилля Наталья. Город женского рода, Лавиль. Город женского рода, это у нас Вилля Наталья. Город женского рода, хорошо. Это мое место. Это мое место без вопроса, да? В домашний как раз мы смотрели, вы смотрели сами вопрос. Мы меняем местами, меняем местами С и Э, да? Получаем С. Это мое место? Да. И ответ? Нет. С'эссан Плэс? Са Плэс. Са Плэс. Место женского рода. А, сэссан Плэс. Сэссан Плэс. Хорошо. Лавиль. 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 Значит, Савиль, Савиль и Бэль. Да. Аудитория это у нас Салля, светлая это у нас Клэр. Алья, наша аудитория светлая. Только наша, наша аудитория. А наша разве не но? Но это наши. А, нотре саль, нотре саль Клэр. Э Клэр. Вагонный язык, нотре саль Э Клэр. Замечательно. Ну, и задание у вас есть. Единственное, что в этом задании, я не помню, написано там или нет, в конце, да, на самом основном страничке, вы учите наизусть текста с параграфа 4. Разбирайтесь со словами, они там несложные, они уже встречают те звуки, которые вы теперь знаете. Вот, поэтому вы вполне можете с ними сами разобраться и даже спокойно прочитать. В следующий раз я вас, естественно, опрошу уже и слова, и текст. Ну, сегодня нечего было спрашивать, там три слова было. Вот, так что не тянитесь со словами, слова учите. Есть какие-то вопросы? 2.7 мы делаем дома? Там вопрос к подлежащим, да, прочтите его, он элементарный. Нет, нет, вот в этом, в уроке 2, который файлик-то скинула, там пункт 2.7, неправильные глаголы. А, да, 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 конечно, учить. То есть мы это учим. Да, 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 да. Перевод какой? Ну, перевод, либо открывайте слова, либо давайте я вам так скажу быстренько. Глагол мэтр, это класть, надевать, он у вас встретился в учебнике, они у вас в учебнике уже были. Мэтр, это класть, надевать, партира, это уезжать, они у вас встретятся в учебнике. Всё, хорошо. Всё, больше нет у меня вопросов. Хорошо, всё, что даётся у меня на моих листочках как неправильный глагол, вы всё это учите. Я иногда могу не сказать про это, но оно само собой разумеется. Потому что лучше учить постепенно по 2-3, чем потом учить 25 сразу. Хорошо. Окей, всё, тогда до понедельника. Понедельника. Спасибо, Настя. Пока. Салю-салю. Чао.